Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 20 июня. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых Оуна. Карта колесница Старший Аркан. Здесь может быть какая-то поездка, дорога, переезд или может быть здесь какой-то прогресс в делах. Потому что здесь вы будете очень активны, это какие-то действия уже. Например, если вы даже задумали что-то на день сделать здесь, то судя по этой карте что-то будет легко получаться, складываться, когда вы добиваетесь чего-то. Вы будете очень целеустремленными, здесь вы будете контролировать какую-то ситуацию, и вот что-то брать под свой контроль, под свое управление и здесь быть очень настойчивыми. Потому что человек не успокаивается до тех пор, пока не добивается своего. Еще здесь вариант может быть, когда вы уже сделали что-то, выполнили и здесь вас замечают. Может быть, это руководитель на работе, допустим, потому что вы шикарно выполнили какой-то проект, работу сдали, да, и здесь вас хвалят, вами восхищаются. Здесь ваши коллеги в восторге от вас. Потому что здесь человеку прям победитель, прям триумфатор, лидер. Или здесь, может быть, в командировку нужно будет поехать по делам, решать какие-то вопросы. Или вы, может быть, будете занятыми в этот день для того, чтобы обдумать свой переезд, или, например, путешествие куда-то. Или решать какие-то вопросы, связанные с транспортом. Единственное, что я могу сюда добавить еще, как рекомендация. Здесь немножко контролировать свои эмоции. Не быть вспыльчивыми, не быть эмоциональными. Чтобы это вас не вышибало из клеи. Чтобы вы могли концентрироваться на том, что вы хотите. Чего вы хотите в этот день добиться. Вот. Чтобы эмоции здесь не мешали. Просто немножечко обладать своими эмоциями. Контролировать их как-то. Не поддаваться им. И все будет очень хорошо. Все получится. Все произойдет. И все должно складываться очень быстро. Очень легко. И под вашим каким-то управлением. Телец. Королева. Королева мечей. Обдуманные какие-то действия. Когда нужно будет, может быть, пообщаться с кем-то. Построить какой-то четкий план. Выстроить какую-то стратегию. Что-то, может быть, проанализировать для себя. Сделать какие-то выводы. Но здесь вот именно как будто человек либо общается, коллаборирует с кем-то. Выясняет что-то. Не молчит. Проясняет какую-то ситуацию. Если был какой-то туман или какие-то сомнения. И вот здесь вот не боится высказаться. Не боится также взять на себя какую-то ответственность. Но здесь не нужно действовать эмоционально. И вряд ли вы будете эмоциональными в этот день. Потому что здесь очень важно будет логично что-то обдумать. Это как выстроить, знаете, какую-то стратегию в какой-то ситуации. Либо, может быть, нужно будет принимать какие-то решения. Брать на себя ответственность. Или договариваться с кем-то. Оформлять какие-то документы. Может быть, это какие-то деловые совещания, собрания, встречи. Когда вы пытаетесь что-то заключить, оформить, договориться, подписать, допустим. Но, как я уже говорила, это обдуманные решения, обдуманные действия. Нужно иметь какой-то четкий план действия здесь. Еще как вариант, это может быть, если вы работаете на кого-то. Здесь руководитель, может быть, будет обращаться к вам и давать вам какие-то распоряжения. Или даст вам какой-то проект, задание и так далее. Или вызывает на ковер, допустим, еще. Когда он хочет прояснить, что-то выяснить. И достаточно будет человек строг, требователем. Или здесь, я как уже сказала, может быть, вы должны будете себя вести. Кстати, еще один вариант, когда вы будете нуждаться, может быть, в поддержке какого-то специалиста. И здесь нужно будет обращаться, может быть, за советом. Или чтобы такой человек вас направил. Или как-то помог разобраться в какой-то ситуации. И вот здесь, может быть, вы будете тогда консультироваться у какого-то специалиста. Близнецы. Карта Сила Старший Аркан. Здесь вот именно, знаете, выйти победителем из какой-то сложной ситуации. Может быть, что-то будет напрягать. Или на вас будут давить как-то. Или вы окажетесь в какой-то сложной ситуации, где не очень-то просто и легко. Но здесь вы сможете справиться. Потому что, как нарисовано на картинке здесь, вы сможете пристроенить любого льва. И здесь самое главное, знаете, проявлять эту силу. Брать на себя, знаете, роль лидера. Проявлять эти лидерские качества. Здесь также, знаете, самое главное, не быть агрессивными. Так я бы, наверное, выразилась. Здесь нужно быть мягкими. Здесь нужно коллаборировать, коммуницировать, общаться. Вы сможете подстроить под себя любую ситуацию. Договориться с любым человеком. Переубедить любого человека. Решить какой-то вопрос. Даже если какие-то финансовые сложности, может быть, у вас есть в вашей жизни. То здесь вот какие-то проблемы могут разрешиться. Какая-то победа вот здесь вот остается за вами. Все-таки вы выходите победителем здесь. Вы преодолеваете уже какие-то сложности и препятствия. Еще вариант здесь может быть. Может быть, вы знакомитесь с каким-то человеком, который входит в вашу жизнь. И у вас начинается с ним роман, отношения. И человек достаточно яркий, красивый, привлекательный, сексуальный. И вот здесь вот какая-то страсть между вами возникает. И может быть, по гороскопу, кстати, львом. Или, может быть, вы в этот день просто будете очень привлекательными и красивыми, и яркими. И на вас будут обращать внимание, к вам будут тянуться, с вами захотят общаться в этот день. Рак. Десятка. Десятка мечей. Это уже завершение, это кульминация, это когда что-то заканчивается. Когда вы уже получаете какой-то результат. Может быть, какая-то ситуация длилась и напрягала. Может быть, вы работали над каким-то проектом, делом, работой, обучались, может быть. Ну, наконец-то здесь вот именно в чем-то ставится точка. Как-никак это мечи, поэтому здесь что-то вот связано, может быть, с коммуникацией. Может быть, вы на переговоры ходили. Или здесь вот были какие-то писанины, документы постоянные. Или интеллектуальные какие-то проекты. Вот здесь вот, наконец-то, уже что-то сдаете, отписываете, заканчиваете. То есть, как говорится, все, глава закрывается. Потому что это давно уже напрягало. И здесь уже пора восстанавливаться. Восстанавливать свои силы. Потому что человек бессилен, нет энергии. Чувствует себя как выжатый лимон. Уже не хочет как бы продолжать заниматься теми же самыми темами. И, наконец-то, как бы здесь уже, слава богу, что закончилось. Еще здесь может быть вариант, когда, может быть, заканчиваются какие-то отношения с кем-то. Это может быть дружеские, личные, с вашим партнером. Или там с коллегой. А можете немножечко переругаться. Потому что здесь как будто вот может как вариант быть предательство, обман. Это некрасивые действия, поступки за вашей спиной. Когда человек вот неискренним был по отношению к вам. Делал что-то, то, чего вы не знали. Это все именно какие-то действия происходили за вашей спиной. Хотя, в принципе, вы, наверное, подозревали. Но не хотели принять это. Не хотели взглянуть в правде глаза. И как-то игнорировали это. А теперь это вот может проясниться. И вы можете об этом узнать. И, конечно, это некомфортно, это неприятно. Это как нож в спину. И вы принимаете решение, что это вам не нужно. И вы начинаете, может быть, выяснять какие-то отношения. Немножечко спором. Такая будет. Или неприятный разговор. Где вы выскажетесь. И поставите точку в отношениях каких-то. Или если у вас длился разводный период. Тут уже давно очень. И он был достаточно трудным. И здесь, наконец-то, вы как бы заканчиваете эту тему. Может быть, вы получаете уже сертификат о разводе. Наконец-то что-то разрешилось тогда. Вот как вариант тоже может быть. Лев. Туз. Туз, чаш. Тузы в раскладе всегда символизируют какие-то новые начинания и новые возможности. Здесь может быть какое-то предложение начать что-то. И вы, может быть, даже этого очень ждали, хотели. Здесь вот как немножко проиграться может как исполнение желания. Потому что как-никак это чаши, это эмоции, это чувства. Это хорошее известие, новости. Это что-то, то, что будет вас вдохновлять, нравится. Для кого-то это может быть новая любовь, новые отношения. Или новости о беременности, если для вас эта тема актуальна. Или это какие-то творческие проекты, например. Если вы нуждаетесь в поддержке, в помощи, вот кто-то может притянуть вам руку помощи. Или все то, что вы будете начинать, это будет приносить вам хорошие успехи. Какие-то достижения. Вот. Вы почувствовать сможете себя как на седьмом небе отчасти. И даже вот сказать себе, почему я не начала или не начал там заниматься этим давно. Может быть делать, заниматься любимым делом, знаете. Когда вы очень хотели заняться чем-то или обучаться чему-то. И вот здесь есть такая возможность. Это также духовность, это духовный рост. Когда вы делаете какие-то практики, вы обучаетесь чему-то новому. Вы получаете для себя какие-то новые знания. Вы растете и развиваетесь в какой-то сфере. И вот здесь вот, если это связано там с духовностью или с эзотерикой, может быть. Вы начнете изучать или интересоваться этой темой, темой мистики. Или, может быть, захотите даже преподавать или открыть свое дело, свой бизнес или свой личный какой-то проект. Или вы талантливая художница, допустим. И здесь начнете продавать или обучать мастерству. Как пример. Здесь вот могут быть какие-то такие подобные темы. Конечно, у нас у всех разные ситуации. Но надеюсь, что смысл понятен. Дева. Шестерка. Шестерка Пентаклей. Здесь вы, наверное, выполнили какую-то работу, сделали что-то. И теперь вот получаете какую-то сумму денег. Потому что здесь происходит обмен, когда вы предоставляете услуги и вам за это платят, оплачивают. Может быть, это зарплата. Может быть, это какая-то, не знаю, какой-то бонус, допустим, да, с работы. Или здесь какие-то выплаты еще могут быть. Например, вы оплачиваете какие-то коммунальные услуги. Либо помогаете финансово кому-то. А может быть, если у вас есть взрослые дети, то будут просить у вас о помощи. Или ваши близкие будут просить вас о финансовой поддержке. И здесь в зависимости, какой вы роли. В роли вот этого даващего, щедрого человека, который всем помогает, о всех заботится. Либо в роли вот этих просящих людей, которые зависят от такого человека. Вот. Если вы ждете какую-то сумму денег, то, конечно же, вы получите ее. Это также еще могут быть алименты. Поэтому здесь либо вы их получаете, либо вы выплачиваете. Самое главное здесь найти баланс в финансах. Потому что денежки здесь легко приходят, но также легко тратятся. Поэтому необходимо здесь как-то сбалансировать ваши траты. Если вы заработали, это не значит, что нужно здесь все сразу потратить на всех, помочь всем. А здесь нужно как-то немножко быть практичными, откладывать какую-то сумму денег. Ну, учиться, по крайней мере, да, финансовой грамотности здесь. Потому что самое главное здесь вот найти такой вот баланс. Даже если у вас есть какие-то прихоти, и вы хотите что-то для себя, может быть, приобрести и купить. Но делайте это как-то более умеренно, наверное. Весы. Шестерка. Шестерка жезлов. Быть победителем, быть на коне, быть триумфатором, быть лидером. Потому что здесь, наконец-то, получилось и сложилось. Здесь были сложности, препятствия какие-то, да. И, наконец-то, вы преодолеваете. Вы сделали это самостоятельно. Потому что здесь вот хорошие результаты. Какой-то прогресс, движение в ваших делах. Когда какая-то победа, да, вот именно остается за вами. Да, была ситуация, были сложности здесь. Но здесь вы выходите победителем. Потому что вы являетесь триумфатором. Еще здесь, может быть, вариант, знаете, это еще смена статуса. Поэтому это как повышение на работе. Повышение по карьерной лестнице. Это какие-то деловые предложения. Если вы не работаете ни на кого, а работаете на себя лично. У вас свой бизнес, да. Он тогда развивается. Здесь происходит такой вот прогресс в вашем бизнесе. И привлекает внимание окружающих. Потому что здесь, может быть, много клиентов будут. Или запрос какой-то будет на вас. Смена статуса также может являться, когда у вас родился малыш, допустим. И здесь вы становитесь родителями. Поэтому статус, естественно, здесь меняется. Или вы вышли замуж и берете фамилию мужа. И статус поменялся. Вообще здесь это гордиться. Гордиться своими какими-то достижениями. Отмечать, праздновать свои какие-то успехи. И быть довольными. Те, кто занимается блогерством, для вас это будет именно признание публики. Это публичные какие-то выступления. Когда вы проводите семинары, вебинары. Когда вы именно говорите на публику, заявляете о себе. И здесь публика вас воспринимает, поддерживает. И, конечно же, здесь вы вот этот лидер, который может даже повести за собой. Скорпион. Карта дьявол, старший аркан. Здесь пару вариантов. Один из вариантов здесь не поддаваться искушению. Потому что кто-то что-то будет предлагать вам. Особенно какие-то заманчивые такие предложения, касающиеся финансов. Или каких-то инвестиций. Ну, например, кто-то может прийти и сказать. Ой, давайте вот вложите сюда. У вас там чуть ли не миллионы будут в плане оборотки. Вот. Но здесь человек такой будет очень хитрый. И вы можете не осознать то, что вы взаимодействуете с каким-то профессиональным мошенником. Да, поэтому нужна будет осторожность. Если что-то предлагают, то здесь стоит обдумать, переспросить, пересмотреть информацию, которая вам предоставлена будет здесь. Не поддаваться искушению, как я уже сказала. Это один вариант. Второй вариант здесь может быть. Это какие-то тусовки, вечеринки, алкоголь, выпивка, интим. Хорошая компания. Допоздна гулять где-то. Вот. Но если вы, конечно, планируете употребить алкоголь в этот день, то, пожалуйста, не переборщите. И ни в коем случае не садитесь за руль. Потому что здесь может быть, знаете, внезапная какая-то проверка. Это, может быть, ГАИ остановит, здесь будут выяснять что-то. Это, может быть, проверка еще какая-то связанная с документами. Если у вас свое дело, свой бизнес, это вот проблемы с налоговой инспекцией или какие-то легальные вопросы могут быть. Или там вызывают, может быть, в милицию, да, для чего-то. Может быть, там что-то выясняется. Вот здесь вот, может быть, что-то с законом связано. Поэтому необходимо здесь осторожность. Не доверять каждому здесь. Еще это какие-то государственные структуры. Вот что-то касается каких-то больших крупных денег. Это, может быть, либо вы оформляете кредит суду, либо вы пытаетесь рассчитаться, погасить что-то, дать какой-то долг, допустим. Может быть. И еще, наверное, вариант здесь такой может проиграться. Это знакомство. Когда вы знакомитесь с каким-то авторитетным человеком. Вот. Может быть, у вас отношения начнутся с таким человеком. Может быть, вы знакомитесь с таким человеком. Потому что здесь идете к нему навстречу и решать какие-то вопросы. Или просить там в долг. Или там еще какую-то поддержку и помощь, да. Может быть, он как-то может повлиять в какой-то вашей личной ситуации. И поэтому здесь необходимо будет общаться с таким человеком. В личных отношениях это может быть, конечно же, и страсть, но в то же время напряжение. Когда периодически вроде бы все хорошо, но с другой стороны постоянно какие-то скандалы, выяснение отношений, напряжение. Когда партнер постоянно ведет себя как тиран. Он контролирует. Он хочет, чтобы вы как-то выполняли все по его прихотям. Так как он скажет. Он постоянно проверяет, придирается. Может накричать. Или там контролирует ваш каждый шаг. Здесь также еще может быть какая-то привязанность к чему-то. Да, вот как будто вы не можете избавиться от какой-то привязанности. Вот что-то может вас связывать. Может быть, отношения, в которых вы будете находиться, это вас связывает. И вы вынуждены находиться в них ради чего-то, ради кого-то. Либо здесь еще какая-то привязанность. Ну, не знаю, например, вы чересчур много едите сладкого, позитивно говоря. Вот у каждого разные, конечно же, здесь варианты. Ну, как вариант, как пример, сказала. Вот такая вот здесь карта. Так что будьте повнимательны и будьте осторожны. В плане, если кто-то с вами пытается здесь заключить что-то, подписать что-то. Или тут требует от вас какие-то финансы, инвестиции. Здесь может произойти как сделка с дьяволом. Так что имейте в виду. Человек здесь мягко стелит, жестко спать придется. Стрелец. Пятерка. Пятерка жезлов. Здесь вот может быть какая-то конфликтная ситуация. Когда вы разбираетесь, выясняете какие-то отношения. Вы чувствуете какое-то напряжение, когда вот именно какая-то группа людей, какой-то коллектив или несколько людей, где вы общаетесь, вы что-то выясняете. Вы что-то пытаетесь доказать друг другу или оправдываетесь перед кем-то. Вот здесь вот именно постоянно вот какая-то вот борьба. Каждый хочет выйти победителем. Каждый хочет рассказать что-то свое. У каждого свое эго здесь. Если вы нуждаетесь в поддержке либо помощи чьей-то, здесь не стоит на это надеяться, потому что вряд ли здесь кто-либо поможет, поддержит. Здесь нужно надеяться на себя. Поэтому если вы будете выяснять какие-то отношения, либо кому-то что-то доказывать или разбираться в какой-то ситуации здесь и выставлять какие-то границы, то делайте это самостоятельно. Не пытайтесь надеяться ни на кого. Да, здесь будет день, может быть, такой вот, знаете, полон энергии, когда нужно как-то себя настроить на то, что вы можете где-то вспыльнуть, где-то надавить, где-то кому-то что-то доказать, где-то кого-то посадить даже на место. Вот, может быть, вот такие какие-то моменты в течение дня происходить. Немножечко такого вот напряжения. Да, если вы приложите усилия, вы запросто сможете выйти победителем. Но здесь вот что-то вот неожиданно, может быть, происходит. Как это пятерки, это перемены, поэтому это вот неожиданность какая-то, может быть, в какой-то ситуации. Это также конкуренты, когда вот нужно, может быть, побороть их как-то. В позитивном смысле вы будете принимать, может быть, участие в каких-то соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, или там вы, может быть, пойдете на какое-то зрелище спорта. И здесь, может быть, как зритель будете смотреть какую-то спортивную игру, допустим, в позитивном смысле. Либо у вас появляется какой-то интерес, хобби именно к спорту. Или вы отдаете своего ребенка, записываете в этот день на спорт. Газирог. Король. Король мечей. Будете в этот день очень серьезными, не будете эмоциональными, будете очень сдержанными. Вот что-то вот будет у вас в голове крутиться, какие-то мысли, что-то будете обдумывать, рассуждать, общаться, выяснять, прояснять какую-то ситуацию здесь. Здесь вот такой вот подход, знаете, контролера, руководителя. Когда вот нужно что-то выяснить, нужно вот что-то, может быть, проанализировать, выстроить какую-то стратегию, построить какой-то план. Вот действовать именно обдуманно здесь. Не на эмоциях, а на логике. Если вы чего-то не будете знать, то здесь вот именно проконсультироваться у какого-то специалиста, который будет вас направлять. Например, может быть, вы подписываете какие-то документы или контракт какой-то, или собираете какие-то документы, но вы не совсем понимаете и знаете каких-то нюансов. И вот здесь вот, может быть, вы обращаетесь к специалисту такому, который будет вам тут прояснять что-то, или объяснять, или как-то направлять вас в какой-то вашей личной ситуации. Это также, может быть, врач, может быть, вы к врачу здесь в этот день идете, и врач будет там лечение назначать, или там векарство выписывать, или, может быть, вы к стоматологу идете лечить свои зубки, чистить, или еще какими-то зубными процедурами заниматься. Или здесь это также еще, может быть, журналист, учитель, юрист, может быть, какие-то юридические вопросы, или общение с руководителем, или вы сдаете какие-то курсовые, допустим, или проекты какие-то, как вариант. Тоже, может быть, когда вы что-то пишете, вы интеллектуально работаете над чем-то, вы подготавливаетесь к чему-то, и вот теперь вы идете сдавать на проверку. Может быть, кто-то экзамен проходит, кто-то, может быть, работу, как я говорю, уже сдает руководителю, либо лектору своему. Тоже, может быть, здесь. Вот здесь какие-то важные еще решения, может быть, нужно будет принять. Водолей. Семерка. Семерка мечей. Вот здесь вот, знаете, такая вот карта, когда события происходят очень внезапно, быстро, и очень тяжело моментально понять вообще, что произошло. Вот здесь вот как будто кто-то делает какие-то действия за вашей спиной, потому что вы в очень хороших отношениях с кем-то, но, может быть, вы доверяете этому человеку очень хорошо. Но человек, может, предает вас или делает какие-то некрасивые поступки, действия за вашей спиной, или как-то вас обсуждает, или говорит что-то некрасивое про вас. Либо еще в негативе это когда роют яму вам, потому что из зависти, или там как-то хочет навредить, или, например, коллега какой-то на работе, который делает подляну, потому что хочет показать себя лучше вас перед руководителем, допустим. Или хочет присвоить какой-то ваш интеллектуальный проект, или вашу какую-то идею выдать, может, за вашу. Вот. Или здесь как будто окажетесь в какой-то компании, где не очень-то комфортно, не очень-то хорошо, и вы не хотите принимать никаких участия в разбирательствах, в выяснении отношений, или вот там с кем-то общаться. Вы как будто избегаете либо какого-то разговора, либо общения с кем-то, поэтому втихаря, молча, не говоря ничего, вы можете как бы слиться, скрыться, не сказав ничего. Либо здесь, может быть, еще вы занимаетесь чем-то, но не хотите оглашать, говорить об этом на данный момент, как-то скрытно себя ведете. Еще здесь может быть кто-то, кто может злоупотребить вашим доверием, воспользоваться вашим доверием здесь и как-то пытаться обмануть вас, потому что здесь это еще может быть физическое воровство, либо вот какие-то мошенники, какой-то обман, лесть, ложь какая-то. Когда человек вот именно пользуется вами и вот как-то может вас обмануть или как-то эмоционально может даже задеть. Ну, конечно, надолго это не будет, потому что это прояснится, вы об этом узнаете. Но просто нужно быть на чеку и не каждому доверять здесь. Если у вас есть какие-то планы на будущее, здесь нужно держать что-то при себе, не нужно рассказывать об этом. Будьте внимательными и осторожными, здесь это может быть кто-то за вашей спиной ходит за вами, это следит или едет, допустим, а вы не замечаете, что кто-то, может быть, наблюдает за вами. Поэтому оглядывайтесь просто по сторонам и старайтесь не идти поздно ночью по каким-то темным улицам, переукам и, наверное, все-таки не идите одна куда-то. Лучше с кем-то вместе, чем куда-то одной выйти поздно ночью, поэтому нужно быть немножечко осторожными. Рыбы. Карта Ирафан, старший аркан. Вот здесь вот, наверное, знаете, это мудрость, когда вы должны быть мудрыми в этот день, рассудить, оценить какую-то ситуацию очень мудро. Либо здесь это какие-то темы, связанные с духовностью, с наставничеством, может быть, вы являетесь духовным наставником для кого-то, даете какой-то мудрый совет, разговариваете с кем-то, помогаете кому-то в этот день. Или, может быть, вы будете обращаться к кому-то, там, с членом семьи, старших, взрослых за помощью. Это также какие-то религиозные вопросы, может быть, там, религиозно-традиционный какой-то обряд в семье вы проводите. Это крестины, это, может быть, в церковь пойти пообщаться со священником, или в зависимости какой религии вы поклоняетесь. Ну, вот здесь вот может быть какое-то религиозное место, куда вы можете пойти. Это также учитель, может быть, вы будете преподавать, потому что вы учитель, или, может быть, вы будете слушать своего учителя. Это как идти по стопам своего учителя, получаются какие-то необычные знания в этот день. Для кого-то это, может быть, купли-продажи, заключение сделки, получение каких-то уже результатов, ключей. Это что-то, может быть, с недвижимостью связанное. Если вы хотите продать, то вы продадите. Если хотите купить, то, судя по этой карте, получите ключи. Или какая-то сделка, может быть, состоится между кем-то здесь. Как вариант тоже может быть. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok